Молитесь, Игорь Михайлович. Молитесь, Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. Боже, милостью будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславя согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. И ныне, и пристно, и во веки веков. Аминь. Сарю небесную, утешителю души истинные, и живи везде, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселися вные, и очистены от всяких скверных. И спаси блаже души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святые посети и исцели немощи наше имени по его ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава от Своей Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков, аминь Отче наш, иже исти на небесе, як да светится имя Твое, да приди царствие Твое Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли Хлеб наш насущен дашь нам днесь, и остави нам долги наши Якажи, и мы оставляем ложняком нашим И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагон Ибо Твое из царства сила и слава во веки, аминь Оставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пиемте сильный Свят, 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 свят Божие, Богородицу и помилуй нас Слава от Своей Сыну и Святому Духу отодрай сна Возлигнуйся, Господи, ум и просвети сердце, уснивая твердь Твое же петите, святая Троица Свят, 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 свят Божие, Богородицу и помилуй нас И ныне и пресно, и во веки веков, внезапно судья приид И кое-гоже деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи Свят, 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 если Божие, Богородицу и помилуй нас Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй От сна воста, благодарю Тебя, святая Троица Ко мне герает Твое благость и долготерпение Не прогнелся на меня ленивый и греш Не поудил меня с беззакониями моими Но от человека любствовались и обычные Вещания, лежащие говозливные си Твое же утренце, славослойте державу Твою И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные Отверзи мои уста, поучайтесь со словесем Твоим И разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою И пейте Тебе исповедание сердечным И воспевайте все святое имя Твоего Отца и Сына И Святого Духа, ныне и присной, во веки веков Аминь, приидите поклонимся Цареве нашему Богу Приидите поклонимся Христу, Цареве Богу нашему Приидите поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему 107-й Псалом Готово сердце мое Божие, готово сердце мое Буду петь и воспевать во славе моей Воспрянь Псалтири Гусли, я встану рано Буду славить Тебя, Господи, между народами Буду воспевать Тебя среди племен Ибо превыше небес милость Твоя И до облаков истина Твоя Будь превознесен выше небес Божия Над всей землей да будет слава Твоя Дабы избавились возлюбленные Твои Спаси десницею Твоею и услышь меня Бог сказал во святилище своем Восторжествую, разделю сихем и долину сахов в размере Мой Галаат, мой Манасия Ефрем, крепость главы моей Иуда, Скипидр мой Маав, умывальная чаша моя Наедому простру сапог мой Над землей филистимскую восклицать буду Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня доедома? Не ты ли Божия, который отринул нас? И не выходишь, Боже, с войсками нашими Подай нам помощь в тесноте Ибо защита человеческая суетна С Богом мы окажем силу Он не изложит врагов наших Божьей хвалы моей Не примолчи Ибо отверглись на меня уста нечестивые И уста коварные Говорятся со мной языком лживым Отсюда окружают меня словами ненависти Вооружаются против меня без причины За любовь мою они враждуют на меня А я молюсь Воздают мне за добро злом За любовь мою ненавистью Поставь над ним нечестивого И дьявол достанет одесну его Когда будет судиться Да выйдет виновным И молитва его да будет грех Да будут дни его кратки И достоинство его да возьмет другой Дети его да будут сиротами И жена его вдовою Да скитаются дети его И нищенствуют И просят хлеба из развалин своих Да захватят замердает все что есть у него И чужие да расхитят труд его Да не будет сострадающего ему Да не будет милующего сирот его Да будет потомство на погибель И да изгладится имя их в следующем роде Да будет воспоминана перед Господом Беззаконие отцов его И грех матери его да не изгладится Да будут они всегда в очах Господа И да истребит он память их на земле За то что он не думал оказывать милость Но преследовал человека бедного и нищего И сокрушенного сердцем Чтобы умертвить его Возлюбил проклятие Оно и придет на него Не восхотел благословения Оно и удалится от него Да облечется проклятием как резую И да войдет оно как вода Во внутренность его И как келей в кости его Да будет оно ему как одежда В которую он одевается И как пояс Которым всегда поясывается Таково воздаяние от Господа врагам моим И говорящим злою на душу мою Со мной же Господи Господи Твори ради имени Твоего Ибо благо милость Твоя Спаси меня Ибо я беден и нищ И сердце мое уязвлено во мне Я исчезаю как уклоняющийся тень Гонит меня как саранчу Колени мои Изнемогли от поста И тело мое лишилось тука Я стал для них посмешищем Увидев меня Кивают головами своими Помоги мне Господи Боже мой Спаси меня по милости Твоей Да познай Что это Твоя рука И что Ты Господи Соделал это Они проклинают А Ты благослови Они восстают Ну да будут постажены Раб же Твой Да возрадуется Да облекутся противники Мои бесчестием И как одеждой Покроются стыдом своим И я громко буду Устами моим Славить Господа И среди множества Прославлять Его Ибо Он стоит Одесной бедного Чтобы спасти Его От судящих души Его Слава Суе Сыну Святому Духу И ныне и присно И во веки веков Аминь Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе Боже Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе Боже Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе Боже Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Слава Отцу и Сыну И Святому Духу И ныне и присно И во веки веков Аминь Многомилостивый И всемилостивый Бог мой И Господь Иисус Христос По Своему Многу любви Сошел на землю И воплотився Чтобы спасти всех И снова Спаситель Спаси мне Благодатью Твоею Молю Тебя Ибо если по делам Спасешь меня То ты не будешь Благодатью и даром Но более делом Ей многие щедротах И неизлечены в милости Ибо ты сказал Что верующий в меня Жив будет И не увидит Смертью во веки Итак Если вера в Тебя Спаса от отчаявшихся То верую Спаси меня Ибо Ты Бог мой И Создатель Вера же вместо Дела да умеется Мне Боже мой Потому что совершенно Не найти дела Правдущих меня Но это вера Да будет превыше всего Да ответит за меня Да оправдает меня Да я причастником Славы Твоей вечной И да не похитит меня Сатана И не похвалится Слово Что торт меня От Твоих рук и ограды Ну или хочу Спаси меня Или не хочу Христос Мой Спаситель Поспеши Скорее Скорее Погиб я Ибо Ты Бог мой Очарил Матери моей Сподобь меня Господи Возлюбить Тебя Теперь так же Как возлюбил Это свой Тайный грех И чтобы снова Потрудиться Для Тебя Без лени Усердно Как прежде Потрудился Сатане Пречающему Особенно же Потружусь Для Тебя Господа И Бога Иисуса Христа Во все дни жизни Ныне всегда Веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставленный Охранит Моя бедную душу И несчастную жизнь Не оставь Меня грешного И не отступи От меня За него Издержание Мое Не дай Возможность Излома Демону Починить Меня себе Превладание От вас Смертного Тела Возьми Крепко Несчастную И опустившуюся Руку Мою И Выведи Меня На путь Спасения Ост Твой Ангел Божий Хранитель И покровитель Бедному Души И тела Прости Мне Все Чем Я Скорбил Тебя Во все Дни Моей Жизни И Если Я чем Согрешил Прошедшую Ночь Защити Меня Настоящий День И Сохрани Меня От всякого Вскушения Вражеского Чтобы Мне Не Прогнеть Бога Никаким Врехов И Молись За Меня Господу Чтобы Он Утвердил Меня Страх Своем И Сделал Меня Рабом Достой Насвоей Милости Аминь Аминь Пресвятая Владычца Моя Богородица Своими Святыми Всесильными Молитвами Отгонеть Меня Смиренно Несчастно Раба Твоего Уныние Забвение Неразумие Нерадение Удали Сыскверные Лукавые И Хульные Помыслы Из-за Кряда Моего Сердца И Помраченного Ума Моего И Погаси Плавим Моя Страстей Ибо Я Бог Несчастен Избавь Меня От Могипагубных Воспоминаний И Помыслов И Освободи Меня От Всех Из Владеяний Ибо Тебя Благословляют Сироды И Пречисто Имя Тво Славится Во Веки Вечное Аминь Аминь Молите Бога Святые Уводники Божии Игнати Владимир Бумусердно К вам Прибегаем Скором Помощникам Молитникам О душах Нашей Богородице Девы Радуйся Обраданно Мария Господь С тобою Благословена Ты в женах И благословен Плод Чрева Твоего Якородила Иси Христа Спаса Избавителя Душам Нашим Непобедимой Божественной Силой Честного Житворящего Креста Господни Не остави Нас грешных Уповающих На Тя Спаси Господи Люди Твои И благослови Достояние Твое Победу Настопротивные Дары Твоей Сохраняя Крестом Твоим Жительством Спаси Господи Помил Отца Моего Духовного Родителя Исродника Благодетели Митрополита Иллариона Епископа Евтихия Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священная Реакима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амроса Вадима Засима Лития Андрея Максима Владимира И Глебу Не дай погибнуть Диакона Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Диодора Митрополита Тихона И весь Священнический Иноческий Чин И высшие Исиные Служители Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам Иногда еще Священникам Если угодно Воле Твоей Святой Смири Власти Воин Своих И через них Сотвори Благой От церкви Твоей Наведи Страх Твоей На них И сохрани Их От покушения На них Дабы Издавали Мудрые Законы Дали Достойно Жить Людям Дабы Было Из чего Уделять Нуждающимся Владимира Демитрия Дональда Рамзанов Владимир Александр Эрдогена И Амана И даруй Мир Израилю Россию Украине Сирии Где война Идет И научи Нас Ценить Мирное Время И Приготовь Землю К великим И грозным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную За отступ Дещество От Тебя Господи Сохрани Нас В этот день От всякого рода Зла И греха От непосильных Искушений И защити Жилища Наше И селения От пожара От воров От нечистой силы И живущих Там Андрея Игоря Игоря Серафиму Обратил Владимир Людмилу Любовь Владимира Алексея Иосифа Пришли Добрые Жители С детьми Знающими Любящими Уставы Твоей Спаси И помилуй Татьяну Наталью И сохрани Школу У нас Надежду Валентину Катерину Анастасию Евгению Наталью Михаила Нину Анну Юрию Рахиль Юру Русика Тимура Обратил Дай ему Веру Христову Александра Александра Екатерину 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 Галину Благослови Благодетелей Наших Елену Людмилу Добрати Евгения Наталья Елену Татьяну Надежду Юрия Эдуардов Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Возри На угрозу Врагов На все Злодейство Что они Творят Закрой Их Лживые Уста И в судный День Не помяни Их Безумие Обрати Их На путь Истины Просвети Их Сердце И Вочи Аллилуйя Найдя Открутников Откроем Путь Возвратиться Михаила Николая Александра Юлия Максима Укрепи Благослови Господи Мощи Сердце Слава Тебе За добрые Вести Какие Мы Слышим О нем Хвала Тебя Наш Господь Благодарю Тебя Господи За все Дела Какие Ты Свершаешь Над нами Посети Болящих Дай Силу Перенести Страдания Безропотно И Пошли Мы Сцеление Валерия Илариона Кирилла Алексея Игоря Надежда И от пьянства Обителях Небесных Усопших Отец И братья Сродников Благодетели Родителей И всех Православных Христиан Ибо нет Человека Кто Кто жил бы На земле И не согрешил Прости Всякое Согрешение Вольное И невольное Душам Нашим Полезное Сотвори Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Своими Господи Воздай Добром Всем Помогавшим Нам В путешествии С миссией Виктора Николая Сергея Господи Дмитрия Надежда Людмила Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова Авба Отчим Свят 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 Господь Саваоп Вся Земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышней Богу На земле Мир В человеках Благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя Господи За тот День В который Дал Мне Веру В Тебя Страх Пред Тобой И ожидание Суда Божия Благодарю Господи За тот День В который Дал Мне Библию Святую И указал На толкование Святых Отцов И на Как на Истину Аллилуйя Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога А мне Грешен Благодарю Тебя Мой Ангел Сколько Душу Мой Помытарством Страшным И Непонятным И Веди Я Навеки Вечное Старство Христа Бога Нашего Аллилуйя Господи Сохрани Наши Сокровища В интернете От Звых Людей И Благодарю Тех Кто Помогает Нам Там Быть И Трудящихся Игоря Юлию Димитрия Виктора Благодарю Сергея Сергея Андрея Андрея Вячеслава Семист Аллилуйя Иоанн Креститель Претеща Христова Моли Бога О нас Научи Нас Господи Жить И в бедности Имея Пропитание И одежду Быть Благочестивым И довольным Никогда Не роптать Никому Не завидовать И быть Во всем Экономным Видеть Нуждающихся Спешить Им На помощь Аллилуйя И каждому Дару Жилье Сергея Гавриила Святитель Христов Никола Мерликийский Чудотворец Образ Кротости Воздержания Добрый Архипастер Словесных Овец Моли Бога О нас Молите Бога О нас Святые Пророки Божии Илья Елисей Инох Моисей Самуил Аарон Ио Авель Ной Иосиф Патриархи Езраниеми Амос Наум Исаия Иеремия Варух Иезеки Иль Осия Иаиль Агей Сапоне Захария Малахи Давид Напан Данил Отроки Пророк Михей Авраам Исаах И Яков Годарит Господь Послушание Нам И молчание Перед Тобою Охудом Но помни Только Благодеяния Твои Слава Тебе Боже Наш Чтобы Ожидали Тебя В радости Выше Навстречу Тебе Господи С горящими Святильниками Истинной Веры И сосудами Полными Добрых дел Соделанных Духи Святом С любовью Аллилуйя Молите Бога Ана Святая Ангела Архангела Хирургима Серафима Небесная Сила Престолу Божию Предстоящая Святые Апостолы Петер Павел И ангелисты Матфей Марк Лука Иоанн Нодарует Господь Жажду Исследовать Священное Пестание Ибо через них Мы думаем Иметь жизнь Вечную А они Свидетельствуют О Тебе Аллилуйя Молите Бога Ана Святые Мужченики Мужченицы Игнатий Богоносец Поликарм Сминский Устин Философ Космай Дамиян Андрей Стротилат Иерон Мужченик Климент Римский Климент Анкирский Анфим Никомедийский Георгий Победоносец Пантелеимон Сорок Святых Мужчеников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Иосиф Борис И Глеб Да укрепит Господь Народ свой Дабы никто Не принял Очертания Зверя Антихриста Анфиму Вениамину Дай веру Саши родители Такое ложное Воспитание Молите Бога Ана Святые Отцы Василий Великий Григорий Богослов Ян Златоус Афанас Великий Ипрем Сирин Антоний Макар Макар Дерадоневский Степан Пермский Серафим Саровский Ян Тобольский Антонштадт Ян Шанхайский Кирилл Мефодий Иннокентий Николай Макар Алтайский Филарет И все перевозчики Священного Писания Молите Бога Ана Да укрепит Нас Господь И сохранит Святой Православной Вере А замы Сиритиков Господи Разруши И мечто Преврати Молите Бога Ана Святые Жены Девы Фёкла Первомущен Сапатина Самарянина Феврония Вера Надежда Любовь Матерь София Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетую Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прискила Акила Андроники Юни Киприя Устина Да дарует Господь Послушание И молчание Соломудрия И степливо Женам И девам И сохранит От всяческого Поругания И нас помилуй Милости Твоей Я ради Исправь Не покорилась Галина Семей Своя Евгения Надежда Надежда Светланы Людмила И Анна И прими Нашу молитву Возьяня Рук Как жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед престолом Благодати Твоей Господи И соедини Молитву Нашу С молитвой Всех святых Молящихся Тебе Боже На небе И на земле Услыши Господи Молитву Всех Молящихся Нас Во благо Нам Исполни Молитву И помилуй И помилуй Всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси Господи И помилуй Аллилуйя Говори Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Раб Твой Молитву Обрати Господи Тимофе Молитву 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 Вопрос 1440 Том 5 Тема Церковь Почему Вы И РПЦЗ Говорите О сергианстве Как о грехе Московской Патриархии Разве Не было При Петре Первом Указа О необходимости Исповедующему Священнику Нарушать Тайны Исповеди И доносить В тайные Канцелярии О государственных Преступников Которые Об этом Говорили На исповеди И об этом Сергианстве Молчаливом Одобрении Тогдашних Архиереев Молчок При советской Власти Вербовали Попов Тайно А здесь При Петре Первом Открыто На государственном Уровне Сергианство Началось Сагосударствовавление Христианства В этом Смысле Священноначали РПЦЗ Такие Же Сергиане До конца Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин В нашей Книге К истинному Православию В отделе От церкви Подробно Рассказано Об этом Что патриарх Тихон Положил Соблазн Признания Советской Власти Как Законной Но все же Есть и разница Та власть Хотя бы Как-то Была Расположена К христианству А это Уничтожало Все И попирало И ломало И крушило И пережигало В пепел Основание Сергианству Было положено При царе А уже До нужной Кондиции Довели Его Красношлем На Витязи И пока Противящиеся Советской Власти Были На Руси Они Были Такие Как Говорите Но Милостью Божией Они Оказались На Чужбине И Вот Здесь То Их Сергианство До Революционного Покроя Окончилось Если Только Они Не Надевали Такой Хомут Не Присягали Там Самошним Правителям Но О Таком Никто Не Слышал Заграница Спасла Их От Позора Сергианства В Вавилонском Пленении Они Очищались И Им Было Неполезно Снова Возвращаться На Родину Вот Об Это И Говорится В Писании Книга Пророка Даниила Десятая Глава Двадцать Первый Стих Впрочем Я Возвещу Тебе Что Начертано В Истинном Писании И Нет Никого Кто Поддерживал Меня В Том Кроме Михаила Князя Вашего Книга Открытым Оком Вопрос 1509 Том Шестой Тема Церковь Вы Неоднократно Говорите Что Признаете Себя Сыном Православной Церкви Но Как же Тогда Можете Не во всем Поддерживать Решения Наших Архипастерей И Даже Не соглашаться По Очень Важным Вопросам Как О Войне Говорите Что Не Нужно Заниматься Канонизацией Придавать Кого Либо Анафеме Считаете Что На Суде Божьем Это Может Быть Еще И Пересмотрено И Кто То Из Канонизированных Окажется Слева И Наоборот За Такие Мысли Раньше Церковь Вас На Костер Отправила Чтобы И Другим Непомадно Было Высказать Такие Еретические Мысли Как Вы Говорите Вслух Не Верите Что Была Русь Святой Притом Неблагоговейно Говорите Всегда О Священниках Что Они Люди Грешные Потому Что Не Учат Народ Но Им И Некогда Учить У них Такая Занятость С утра До Вечера Требы Богослужения Если У Вас По Этим Сложным Вопросом Единомышленники Отвечает Игнати Тихонович Лапкин Единомышленники Есть И среди Тех Кто Рядом И среди Книжных Героев Но Вот Есть Книга Тайна Святых Ивана Петра Иванова Петра Познакомьтесь Как Он Говорит Как Раз По Этим Вопросом Доводы Его Неотразимо Точны Подозреваю Что Перед Этим Именем Не Один Человек И Может Быть Даже Иерархи Подозреваю Что Под Этим Именем Не Один Человек И Может Быть Даже Иерархи Страница 479 По 486 Кавычки Открываются Открывается Картина Душевной Жизни Московского Народа Ужасная Духовная Дряхлость Но Эта Народно Церковная Дряхлость Не то Что Личная Дряхлость Полное Замирание Всего В Человеке Нет Организм Жив И полон Различных Чувствований Жизненные Силы Если им Не дано Исхода Бродят В душе Превращаются В скрытые Душевные Флюиды Человек Кипит Как бы Изнутри Какие же Чувства У обиженного И постоянно Обижаемого Большинства Безутешное Горе Безумная Тоска Бессильное Ярость Затаенная Месть Проклятие Отчаяние И в то же время Изобретаются Всяческие Способы Слукавить Обмануть Насильника Голову Кто Неспособен На это Завидует Удачливым Иные Доносят Чтобы Подольститься И получить Лишнее Прирожденные Праведники В таком Обществе Не имеют Голоса Бывают Забиты Впадают В юропство Среди Убийственного Гнета Неимоверно Возрастает Одно Только Вожделение Поживиться Хоть Чем Нибудь Из того Что Доступ На Главе Все Другое Трудно Себе Представить Куда Куда То Как Бы Провалились Все Природные Человеческие Чувства Им Нет Развития Ибо Погублена Людская Доброта Правда Милости Милосердия А Без Них Нет Жизни А Только Животный Инстинкт Вот Объяснение Того Равнодушия С которым Народ Смотрел На Мучительные Истязания Которым Подвергались На Городских Площадях Преступники И Вообще Все Кого Злое Правительство Отдало Палачу Равнодушие Которому Так Изумлялись Иностранцы Кто Сам Дома Занимается Истязанием Близких Вероятно Даже С Любопытством Взирает Как Истязают Другие Те Кого Постоянно Дома Истязают Так Заняты Собственным Страданием Что Им Нет Дела До Чужих Мук И Вот Как Бы Пользуясь Всеобщим Равнодушием Злоба Изобретает Все Новые Способы Мучить Людей Дыбой Дыбой В Древней Руси Называли Место Заключением В Московской Руси Это Была Уже Жесточайшая Пытка Человеку Связывали Назад Руки И за Кисти Рук Привешивали Кверху Так Что Туловище Висело В В Воздухе К Ногам Туго Привязывали Конец Доски Другой Конец Ее Касался Пола Палач Прыгал На Эту Доску И Тело Повешенного Вытягивалось Отчего Суставы Рук В плечах Выворачивались При Таком Положении Нервы Необычайно Напряжены И тогда Наносились Удары Плетью Эта Пытка Уцелела До Последней Четверти Восемнадцатого Столетия Считалась Мучительнейшей Ей Подвергались Все Заподозренные Не Вынося Пытки Несчастные Начинали Называть Имена Будто Бы Относящихся К этому Делу Людей Каждый Новый Удар Плетью Давал Новые И Новые Имена Те В свою Очередь Оговаривали Бесчисленное Количество Людей Самые Невиннейшие В царстве Жили Под Вечным Страхом Тогда Византийский Судебник Эклага Достиг В Московском Царстве Полного Торжества Все Наказания Были Членом Вредительного Характера Отрубания Ног Рук Ушей И так Далее Самые Пустяшные Провинности Влекли за Собой Тяжкие Муки За Какие Небудь Шесть Пенсов Говорит Иностранец Обвиняемого Заковывали В цепи Руки Ноги И шею Смертные Казни Редко Были Простыми Большую Частью Мучительные Во второй Половине Четырнадцатого Века Первая Публичная Казнь Призвала На народ Очень тяжелое Впечатление В конце Пятнадцатого Века Наблюдается Уже Полный Разгул Казни Иван Третий Эти Казни Нисколько Не смягчаются С окончанием Династии Рюриковичи Напротив При Династии Романовых Были Изобретены Неслыханные Издевательства Над человеческой Жизнью При Алексее Михайловиче В конце Семнадцатого Века Женщину За убийство Мужа Зарывали В землю Так Что Оставалась Наружу Одна Голова И так Она Мучилась Пока Не умирала После Усмирения Бунта В Арзамасе Все Его Окрестности Представляли Лес Кольев На которых Корчились В муках Люди Взятые В плен Некоторые Были Живы Три Дня Уложение Алексея Михайловича Вело Слово И дело Когда число Заподозренных Возросло До Неимоверного Количества При помощи Описанной Нами Дыбы Необходимо Упомянуть Еще Об одном Московском Качестве У жителей Московии Развелось Необычайное Самомнение Мы Лучше Всех Христианских Народов Наша Вера Самая Правая Отсюда Происходило Нестерпимое Упорство В своих Мнениях Презрение К словам И мнениям Других Нетерпение Противоречий Даже Самых Полезных И основательных Высшим Взлетом Этого Самомнения Явилось Известное Изречение Москва Третий Рим А Четвертому Не бывает Мысль По существу Неверная Ибо Если И признавать Что Есть Какой-то Земной Центр Христианства То Это Только Иерусалим А Не Рим И Не Византия Но Ведь Если Два Рима Пали То Неизбежно И Третий Должен Пасть Иначе Зачем И Сравнивать С Этими Римами Какая Гарантия Что Москва Не Падет Никакой Гарантии Не Было Бессмысленное Самохвальство Таким Образом Тщательно Избегая Гордости От Ума Москвич Дошел До Крайнего Выражения Глупой Гордости При Величайшей Набожности И Ревности Ко Всем Церковным Обрядам Христианства Вовсе Не Было В Московском Царстве Христос Не Почитался Там Как Милостивый И Любящий Господь Всегда Близкий Людям А Как Далекий Страшный Судья Который Придет Карать И Мстить Христом Пугали А Не Успокаивали Человека Сравните Духовные Стихи Того Времени Теперь Мы Снова Обратимся К Домострою Чтобы Ответить На важный Вопрос Ими Возбуждаемый Каким Образом Автором Такого Антихристианского Произведения Оказался Священник И Даже Духовник Лицо Очень Почитаемое Тогда Народом Что Это Выродок Своем Сословии Или Напротив Человек Характерный Для Священнослужителей Того Времени Так Как Мы Знаем Что Домострой Сильвестра Получил Всеобщее Признание Как Руководство К Жизни Ответ Получается Совершенно Определенный Этим Устанавливается Наличие Ужасной Материальности В Священческом Сословии И Проистекающего Отсюда Жестокосердия Где Искать Причину Столь Пагубного Состояния У Служителей Русской Церкви Его Не Было В Более Древние Времена Причину Найти Не Так Трудно Дело В том Что Татарщина Мучительная Для Всего Населения Для Священнослужителей Таковой Не Была Напротив Они Оказались В Очень Привилегированном Положении Был Ханский Ярлык Неоднократно Подтверждаемый Ханами При Вступлении Их На Престол Этот Замечательный Документ Необходимо Привести Полностью Чтобы Осветить Истинное Положение Вещей Того Времени Хан Обращается К Баксакам К Князям Даницикам И Всякого Рода Чиновникам Татарским И Говорит Жалованная Грамота Дается Нами Всему Белому И Черному Духовенству Чтобы Они Правым Сердцем Без Печали Молили Бога За Нас И За Все Наше Племя И Благословляли Нас Не Ненадобно С них Ни Дани Ни Подвод Ни Карма Никакой Пошлины Ни Ханской Ни Ханщиной Никто Не Смеет Занимать Церковных Земель Вод Огородов Виноградников Мельниц Никто Не Смеет Брать На Работу Церковных Людей Мастеров Сокольников И Других Никто Не Смеет Взять И Задрать Иконы И Спортить Книги Или Другие Богослужебные Вещи Чтобы Духовные Не Проклинали Хана Но В покое За него Молились Кто Веру Их Похулит Надругается Над Нею Тот Без Всякого Извинения Умрет Злой Смертью Братья И Сыновья Священников Живущие С ними Вместе Освобождаются Также От Всяких Даний И Пошлин А Кто Из Баскаков Или Других Чиновников Возьмет Какой Нибудь Дан Дань Или Пошлину Тот Без Всякого Извинения Будет Казнем Смертью Кавычки Закрываются В то Время Как Посол Иначе Прихожане Храмов Жили Под вечным Страхом Насилия И Разорения Имущества Пастыри Могли Благоденствовать И По желанию Богатеть Конечно Здесь Таился Тяжкий Соблазн Велика Была Ответственность Перед Богом Русских Священнослужителей Если Всех Разоряли Татары А их Никто Не смел Тронуть То Сами Они Должны Были Разорять Себя Ради Ближних Или По крайней Мере Немало Жертвовать Своим Имуществом Ради Обездоленных Недостаточная Чуткость К общему Горю Непременно Вергала Привилегированных В объятия Жадности Корыстолюбия Наконец Злобы И вот Как ясно Из свидетельства Домостроя Видные Священнослужители Шли Не по Божьему Пути Фактически При обнищании Массы Населения Большинству Священнослужителей В особенности Сельскому Бокатеть Конечно Было Неоткуда Однако Однако Всюду Где Предоставлялась Эта Возможность В городах Более Зажиточных Местах Вкус К наживе И жадность Были Характерными Явлениями Для Духовенства И для Черного И для Белого Еще Собор 1274 Года Созванный Михаилом Кириллом Для Суждения О Различных Неправильностях Отмечает Появившуюся У некоторых Священнослужителей Алчность К прибытку Особенно Богатели Огромные Архиерейские Поместья Великий Священнослужителем Буквы Это не Михаил А Митрополит Да Связанный Митрополитом Кириллом Да Особенно Богатели Огромные Архиерейские Поместья Великие Князья Начиная С Ивана Третьего Тщетно Стараются Сократить Аппетиты Богатых Из Духовного Звания Иван Четвертый На стоглавом Соборе Бросил Тяжелое Обвинение Обители Тут конечно Разумеется И епископы С их штатом Богатые Землями И доходами Не стыдя Не стыдятся Требовать Милостыни От государя Тогда Епископы Боролись С правительством Не желая Платить Государственные Налоги И защищая Свои Льготы И успевали В этом Вплоть До Петра Первого Народ Очень хорошо Подметил Черту Духовного Сословия Назвав В былине Алешу Поповича Руки Загребущие Глаза Завидующие Конечно Это Характеристика Не киевского Времени Даже Не времени Святого Сергия Радонежского А более Позднее Вместе С материальностью Имущественного Порядка Развивается И бездушие С жестокосердием Как свидетельствует Об этом Домострой Священника Сильвестра Доброта Феодосия Печерского Характерна Для всего Киевского Периода И Северного Московского Когда Читаешь Поучения Или Слова Или Завещания Митрополитов 12-13-14 Веков Кирилла Фотия Киприана И других Не говоря Уже Святых Петре И Алексея То На сердце Становится Легко Слышишь Их Кроткий И добрый Голос Чувствуешь Высокий Дух Но Вот Наступает Пятнадцатый Век С его Жестокостями Ослепление Василием Вторим Своего Двоюродного Брата Позднее Его Собственное Ослепление Кожемякой Как Месть За Брата За Митрополитов Польичьем На Митрополичьем Престоле Святого Иоанна Включенный Святую Четверицу Молитва Слоб Петр Алексей Иона Филипп И как-то Странно И жутко Становится На душе А почему Так Не похожи Деяния И чудеса Святого Ионы На дела Наших Прежних Святых Некоторых Иона Как бы Приговаривает К смерти За их поступки Обличив Иона Предсказывает Им смерть И они Умирают Почти В тот же День Одному Не поверившему Что дочь Великого Князя Бывшая При смерти Исцелена Святым Ионой Митрополит Говорит Да умрешь Ты вместо Книжны И тот Пал Мертвым К ногам Святого Ионы А полтораста Лет Перед этим Церковь Ставила Великую Похвалу Святому Митрополиту Петру Что он Был Кроток В назидании Безгневен В обличении Согрешающих Феодосий Печерский Плакал Когда Кого-либо Обличал Кроме Упомянутого Чуда Исцеления Дочери Василия Второго В житии Святого Иона Приводится Еще Одно Чудо Одного Человека Очень Страдавшего От зубной Боли Святой Иона Крепко Ударил По лицу Очнувшись От удара Больной Ощутил Что Зуб Перестал Болеть А вот Уже Не чудеса А отношения Святого Ионы К подчиненным Епископа Полоцкого Он строго Обличил За то Что Тот В письме К нему Митрополиту Осмелился Назвать Его Братом За Неисполнение Распоряжения Митрополита Святой Иона Заковал Лаковое Святого Пафнутия Игумена Боровского Монастыря И бросил В темницу Следующий За Святым Ионой Митрополит Посадил В ледник Под Палатой Одного Архимандрита За то Что Тот Разрешил Братье Пить Бугоявленскую Воду После Трапезы Оправдываясь Тем Что Канун Крещения Пришелся В воскресный День С этих Пор Вообще Жестокость Наказания В священческом Звании Не уступает Светским Митрополиты Бьют Палками Жезлами Являющихся К ним Подчиненных Даже Знаменитого Никона Митрополита При Алексея Михайловича Упрекали За жестокое Обращение С подчиненными При Монастырях Существуют Тюрьмы Где Заключенных Для Отягощения Наказания Морили Дымом И Другими Тяжкими Муками Впрочем О жестокосердии И совершенной Грубости Среди Духовенства Нам Нет Нужны Распространяться Она Докатилась До того Времени Когда Пороки Общества Стали Обличаться В прессе То есть До 60-х Годов 19-го Столетия То Что Изобразил Помиловский В своих Очерках Бурсы Превосходит Своей Адской Картинностью Дантовское Путешествие В Преисподнюю Некоторым Быть может Покажется Преувеличенным Святительством Помиловского Но Вот Чистые Жизненные Факты Изображенные Историком Сергеем Соловьевым В его записках Собственно Его Сыном Владимиром Соловьевым Кавычки Открываются Духовное Училище Возбуждало Во мне Сильное Отвращение При Петровском Монастыре В Москве По страшной Неопрятности Бедному Сальному Виду Учеников Учителей Особенно По грубости Зверстве Последних Помню Какое Страшное Впечатление Произвел На меня Поступок Одного Тамошнего Учителя Один из учеников Сделал Вовсе Незначительную Шалость Учитель Подошел Вырвал У него Целый Клок Волос И Положил Перед ним На столе В тех же Записках Историк Правдиво Но Наивно Ибо Сергей Соловьев Как бы Не подозревает Ужасного Смысла Своих Слов А Говорит Что Нравы Священнослужителей Русской Церкви Стали Смягчаться Под влиянием Западноевропейских Просветительных Идей Распространяемых Русской Прессой Как известно Пресса 60-х Годов 19-го Столетия Была Почти Сплошь Атеистическая Но Может ли Проснуться С совестью Людей Когда Словом Божьим Они Оправдывают Свои Гнусности Боговдохновением Именуют Злодейство Законодательный Сборник С наказаниями Которым Ужаснулись Бы Древние Греки Язычники Обильно Уснащают Цитатами Из Книги Которая Основана На Призыве К Всепрощению И Нелицемерному Братолюбию Вот Какую Неисцелимую Рану Нанесла Церковная Деятельность Истиньяна Великого Как Ярко Сказывается В этом Эпитете Антихристианства Исторической Науки Которая По Преимуществу Именно Такого Рода Личностям Присваивает Именование Велики До Юстиниана Конечно Имя Юстиниан Мы Употребляем Здесь Скорее Как Понятие Собирательное В нем Как бы В фокусе Отобразилось То Что Втайне Подготовлено Духом Антихристовым Мало Кто Сомневался Что Христианин Это Человек Духовно Перерожденный А Кто Еще Не Переродился Тому Необходимо Стижать Духа Святого После Юстиниана Наступает Формальное Отношение К Христианскому Званию Точно Установленный Ритуал Делает Человека Христианином Церковь Как Некое Учреждение А не Как Новый Род Людей На Земле Члены Этого Учреждения Очень Уверены В Своих Правах Но Плохо Сознают Свои Христианские Сокровенные Обязанности Этого Особенности Характерно Для Начальствующей В государстве Церкви Им Мнится Что Они Самим Богом Вознесены На Священные Места Цари Как Помазанники Божьи Архиереи Как Приемники Апостолов По Рукоположению Но Нет Ничего Более Антихристианского Как Это Уверенность В Своих Правах Начальствующих В Христовом Обществе Весь Смысл Того Что Писали Великие Учители Церкви О Священстве Кроется Как Раз В Полном Нечувствии Своих Прав И В Чрезвычайно Остром Мучительном Осознании Своей Немощи Они Знали Что Христос Заповедовал Им Умывать Ноги Ближним А Не Владычествовать Над Ними Страница 262 По 267 Самая Страшная В Русской Церкви Имеет Свою Историю Помимо Внешней Борьбы Царства Со Священством Внутри Церкви Происходила Борьба Между Святыми И Духом Антихристовым И Дух Антихристов Победил Согласно Пророчеству Откровения Святого Иоанна И Дано Было Зверю Вести Войну Со Святыми И Победить Их Начало Этой Борьбы Совпадает С Распространением В Московском Народе Домостроевских Идей Тогда И внутри Церкви Явился Проповедник Этих Идей То Есть Материальности И Сверепости Материальность И Корыстолюбие Как мы Говорили В предыдущем Очерке Стали Развиваться У Русских Священнослужителей Во время Татарского Ига Вследствие Больших Жизненных Преимуществ Дарованных Ханами Русским Священникам Однако Никому Еще не Приходило В голову Превозносить Материальную Зажиточность И богатство Как некую Священную Необходимость Для монашества И иерархии Учение Об этом Русской Церкви Совершенно Ясно Оно Провозглашается Самими Деяниями Великих Святых Сергия Радонежского Кирилла Белозерского И других Эти святые Не только Не собирали Никаких Богатств Но Запрещали Монахам Своих Монастырей Ходить За сбором Пожертвований Проповедник Нового Учения У Русской Церкви Иосиф Володский Говорил На соборе 1503 Года Где Был Понят Вопрос Об Отобрании У монастырей Сел С Христианами Цитат Если У монастырей Сел Не будет То есть Богатства То Как Честному Почетному И благородному То есть Знатному Человеку Постричься А если Не будет Доброродных Старцев Откуда Взять Людей На Митрополию В архиепископы Епископы И на другие Церковные Властные Места Итак Если Не будет Честных И благородных Старцев То и Вера Поколеблется Кавычки Закрыто Это Целое Новое Миросозерцание Для Церкви Рассмотрим Что оно Заключает В себе По мнению Иосифа Знатные И богатые Люди Не Закатят Постригаться В монастырях Если Там Нет Достаточно Материальных Средств Чтобы Им Можно Было Жить Так же Роскошно Как В миру А Если Таких Доброродных Старцев Среди Монашества Не Будет То Нет Возможности Заместить Властные Места В церкви Архиереев Не Будет И Вера Поколеблется Здесь Остается Непонятным Утверждение Почему В народе Вера Поколеблется Если Не Будет Архиереев Знатных И Богатых Родов Эта Мысль Иосифа Тесно Связана С Его Пониманием Как Достигается Твердость Веры Вера Уничтожены Уничтожены Властью Есть Отступление От Веры Ее Колебания Чтобы Не Было Колебания Не Обходимы Церковные Полицей Местеры В данном Случае Они Называются Архиереями Вооруженные Всеми Средствами Принуждения И Прежде Сего Конечно Своей Готовностью Действовать Насилием Оттого И Необходимы Люди Знатных Родов Привыкших К Начальствованию Если Церковных Мер Сюда Относится И Биение Посохом Недостаточно То Необходимо Обращаться За помощью К Царю Который Может Придать Их Пыткам Тяжелому Заключению И Наконец Казнить Это Стройность Мысли Восходя Далее Возвеличивает Царя Именно За Его Охрану Церкви Царь Есть Высший Хранитель И Покровитель Церкви Отмститель Христу На Эретика Царь Имеет Право Вполне Начальственного Отношения Ко Всем Церковным Утверждениям Государь Является Высшей Инстанцией Церкви Которая Должна Прибегать Во всех Церковных И Монастырских Спорных Делах Суд Государя Самый Высший Окончательный Безапелляционный Суд Царя Уже Никем Не Осуждается Однако Чистое Самодержавие Вовсе Не Входит В мысли Иосифа Царь Возвеличивается До тех Пор Пока Не Знает Снисхождения К Еретикам В понятие Еретик Входит И Всякий Мыслящий Недостаточно Книжно И Беспощадно Казнит Несогласие Царя Со Взглядом Иосифа На Еретика Называется По мнению Иосифа Нерадением О благе Церкви И Становится Величайшим Преступлением Государя Это Такое Государское Прегрешение За Которое Бог Всю Землю Казнит Истинным Украшением Миросозерцания Иосифа Являются Следующие Его мысли Грешника Или Еретика Руками Убить Или Молитвою Одно И Тоже Нельзя Верить Покаявшемуся Еретику Необходимо Одинаково Немилосердно Относиться И К Непокаившим Необходимо Одинаково Немилосердно Относиться К Непокаившимся И К Покаившимся Когда Василий Третий После долгих Упрашиваний Его Со стороны Иосифа Посадил В тюрьму Всех Подозреваемых В ереси До Скончания Живота Их Иосиф Воздал Славу Богу Отцу И сыну И святому Духу Иосиф Иосиф был Очень Ревностный Игумен В смысле Исполнения Всех Уставных Правил Основал Свой Монастырь Так Как Ему Казалось Что Везде Много Развращения Наконец Он Был И Добр Кормил Голодных Много Благотворительствовал Из Средств Монастыря Но Тут Нужно Твердо Помнить Что И Дьявол Когда Ему Выгодно Благотворитель Если Бы Иосиф Не Имел Никакого Подобия Добра Он Бы Не Мог Провести Свои Антихристовые Идеи Внутрь Церкви Христовой Конечно Много Глупого И Жестокого Богопротивного Высказывается Людьми И Выдаётся Ими За Истину Церковь Христова Призывает К Покаянию Лжеучителей Но Если Они Не Хотят Каяться Со Скорбью Проходит Мимо Молится Богу О Даровании Разума Впавшим В Духовное Слабоумие Людям Если же Богопротивное Учение Распространяется В народе Как Истина Церковь Собор И Всегласно Осуждает Неправду В В данное В данное Время Церковь Русская Поступила Наоборот Собор 1490 Года Хотя Ещё И не Совсем По Иосифову Отнёсся К Иритикам Не Согласился Придать Их Смертной Казни Однако Не Оказал Им Милосердия Проклял И Присудил К тяжёлому Заточению На Соборе Было Высказано Мнение Иного Рода Не Подобает Нам Судить Никого Неверного Или Неверного Но Подобает Молиться О них И Заточение Не Посылай Это Мнение Принадлежало Святому Нилу Сорскому И Другим Истинным Христианам На Соборе Но Добрый Совет Святого Был Отвергнут Злобу Собора Увенчал В Новгороде Архиепископ Геннадий Которому Были Посланы Некоторые Из Еретиков Очевидно Новгородцев Этот Геннадий Уже Давно Требовал Жестоких Мер Для Отступников От Веры Он Ставил В пример Восхищавшего Его Шпанского Короля Как Он Путем Инквизиции Свою Землю Очистил От Еретиков Геннадий Приказал Встретить Еретиков За Сорок Верст От Города Посадить На Коней Лицом К Хвосту С Вывороченных Вывороченных Тулупах На Голову Надеть Шлемы С Мочальными Кистями Соломенные Винцы С Надписью Се Есть Сатанина Воинство Владыка Велел Народу Плевать На них И кричать Се Хулители Христа После Этого На головах Несчастных Были Зажжены Берестовые Шлемы По Известии Иосифа Володского Они Вскоре Умерли Пред Смертью Лишившейся Рассудка Богом Наказан Так Ужасно Извращено Было Учение Великих Святых В Церкви О Необходимости Большой Любви Преврачевания Заблуждающихся Душ Ибо Только Одна Любовь Может Содействовать Отпавшим Людям Вернуться Ко Христу Святой Иоанн Златоуст Говорит Требуется Много Искусства В Любви Чтобы Страждущие Вот Как Великий Святой Назвал Этих Людей Убедились Добровольно Вот Единственное Желание Христа Подвергнуться Врачеванию Геннадий Ж Иосиф И подобные Им Пастыри Врачевания Душ Чатся Производить Посредством Злобы И ненависти И Русская Церковь Их Послушала Значит Призрела Учения Святых Отцов К Чему Это Приводит Видим В жизни Новгородцы Страждущие Сошли С ума И Вскоре Умерли В Другом Случае Страждущие Без Любовного К ним Отношения Необычайно Озлобляются Впадают В страшный Фанатизм Сами Начинают Себя Убивать Как Было Со Старообрядцами При царе Алексею Михайловичу И патриархе Никоне Когда Десятки Тысяч Старообрядцов Сами Себя Сжигали Церковь Русская После Собора 1490 Года Следовала По пути Жестокосердия На Соборе 1503 Года По требованию Иосифа Володского Не принимая Во внимание Покаяния Ритяков Присудила Их К жестоким Казням Несколько Человек Сожгли В клетке В Москве Одному Отрезали Язык Отвезли В Новгород И там Сожгли Со Многими Другими Подозреваемыми В Ереси На Соборе 1503 Года Также Восстали Святые Во главе С Нилом Сорским Чтобы Свидетельствовать Истину Они Говорили Что Не только Противно Учению Церкви Христовой Убивать Заблуждающихся Подвергать Их Светским Казням И заточению Но И проклинать Их Нельзя Конечно Не свое Говорили Они На Соборе А то Что Дух Святой Всегда Учил В Церкви У Иоанна Златовуста В первом Томе Его творения Есть слово Называемое Слово О том Что Не должно Проклинать Ни живых Ни мертвых В этом Слове Читаем Святые Отцы Соборов Отлучали И отвергали Ереси Но Никого Из Еретиков Не Подвергали Проклятиям И далее Святой Иоанн Златоуст Цитируя Святого Игнатия Богоносца Говорит Если Ты Осмеливаешься Предавать Анафеме Кого Либо То Поступаешь Вопреки Цели Смерти Господней И Предупреждаешь Суд Царя И далее Предающие Человека Церковной Анафеме Подвергают Себя Совершенной Погибели Присваивая Себе Достоинство Сына Божия Ибо Анафема Совершенно Отлучает От Христа Имея Такое Верное Свидетельство О Значении Анафемы В церкви Как Называть Соборы На которых Кого-либо Подвергают Проклятие Конечно Разбойничьими И членов Собора Стоящих За Предание Анафеме Лютыми Волками В церкви Христовой Необходимо Точное Знание Где Истинные Пастыри И где Лже Пастыри Ввергающие Церковь В грех До Новой Проповеди Иосифа Русская Церковь Не только Не Применяла Жестоких Мер Но Напротив Всячески Смягчала Жестокосердие Светской Власти Летописцы Времен Иосифа И после Него Стараются Скрыть Эту Прежнюю Доброту Церкви Ибо Они Подпали Злому Влиянию Лже Святого Часто Они Толкуют Деятельность Прежних Пастыри В своем Духе Иногда Вставляют Иногда Вставляют Фразы В их Творение Искажающие Истинный Смысл Писания Вообще Церковная Письменность Сосредоточившаяся В Володском Монастыре Где его Родоначальник Служит Образом Дел Известно Например Что Митрополит Фотий Умер В 1436 Году В начале 15 Века Дважды Обращался К Псковичам С просьбой Не общаться С еретиками Однако Когда В Скове Стали Убивать Еретиков Он Написал Гражданам Что Убивать Людей Грех Иосиф Воспользовался Увещаниями Фотия Чтобы Утверждать Что Фотий Приказал Заключать В темницу Еретиков Между тем У Фотия Сказано Только Не общайтесь С еретиками Как и апостолы Учили Конечно Они не приказывали Правителям Сажать В тюрьму Отступивших От истины А Увещевать Их С любовью Логика Иосифа Если Фотий Не велел Убивать Значит Хотел Чтобы Их Заключали В темницу И Вследствие Этого Ересь Будто Бы Прекратилась Но Почему Сам Иосиф Борется С этой Ересью В конце Века И до Фотия Церковь Относилась Киритикам Милостиво В 1387 Году По просьбе Патриарха Константинопольского Нила Святой Дионисий Епископ Суздерский Увещевал Новгороде Стрегольников Он Действовал Добрыми Мерами И по Средствам Никоновской Летописи Совершенно Прекратил Народные Мятежи И Соблазны В 15 Веке Стрегольники Появились Опять Ересь Этих Новых Стрегольников Заключалась В том Что Они Обличали Нечестивых Священнослужителей Неудивительно Что Новгородский Архиепископ Геннадий Так Ненавидел Еретиков Скоро Раскрылось Его Преступление Мздоимство При Постановлении Священника Геннадий Был Отстранен От управления Высшей Церковной Властью Что Церковь Русская В конце 15 Века Была Еще Не Вполне Духовно Ослаблена Свидетельствует Продолжительная Борьба Иосифа С Самым Великим Князем Иваном Третьим Который Сомневался В возможности Казнить Кого-либо По Обвинению В ереси Только В конце Жизни Как правильно Предполагает Исследователь Княжения Ивана Третьего Великий Князь Под влиянием Страха Перед Загробной Жизнью А Иосиф Был Замечательный Мастер Внушать Такой Страх Вообще От него Исвоено Русскими Священнослужителями Запугивание Христиан Вечными Муками Иван Третий Стал Склоняться Чтобы Исполнить Навязчивую Просьбу Иосифа Несколько Свиданий По этому Поводу Великого Князя С Иосифом Володским Необычайно Показательны Вот Разговоры Князя С Иосифом Прости Меня Отче Как Митрополит Меня Простил Я Знаю Про Новгородских Я Знал Про Новгородских Еретиков Говорил Иван Третий Иосиф Государ Если Ты Подвиг На Нынешних Еретиков То И Прежних Бог Тебе Простит На Этом Свидание Прерывается Страх Ивана Третьего Что Он Знал О Еретиках Усугубляется Тем Что Он Сам Этих Еретиков Вызвал Из Новгорода И Приблизил К Себе Конечно Менее Всего Ивана Третьего Можно Подозревать В Сочувствии Жидовствующим Здесь Только Обнаруживается Что Киритикам Жидовствующим Иосиф Его Присные Для своего Удобства Прочищали Не Причисляли Не По Церковному Трафарету Некнижно Мыслящих И В Особенности Критикующих Зло Употребление Священного Клира Этой Критике И Сочувствовал Иван Третий Оттого И призвал К себе Из Новгорода В Кавычках Еретиков Его Внук Иван Четвертый На Стоглавом Соборе Уже Открыто Обличал Священнослужителей Во многих Злоупотреблениях После Описанного Свидания Через Несколько Времени Иван Третий Опять Призвал Иосифа И опять Стал Ему Говорить Митрополит Простил Мне Государь В этом Прошении Нет Государь В этом Прощении Нет Тебе Пользы Если Ты На Словах Просишь Прощения А Дело Мне Ревнуешь О Православной Вере Этому Быть Пригоже Сказал Князь Я Знал Про Их Ересь После Данного Обещания Иван Долго Ничего Не Делал И Снова Призвавший Иосифа Обедать Спросил Как Писано Нет Ли Греха Иритиков Казнить Иосиф Сказал Что У апостола Павла Посланник Евреям Сказано Кто Отвергнется Моисеева Закона Тот При двух Свидетелях Умрет Кой Мипаче Тот Кто Попирает Сына Божия И укоряет Благодать Святого Духа Интересно Как Иван Третий Воспринял Это Антихристово Толкование Писания Апостола Любви Иван Замолчал Говорит Летописец И не Велел Иосифу Более Говорить Об этом Иосиф Старался Воздействовать На Ивана Через Его Духовника Я Много Раз Писал К Нему Иосиф Бил Челом Государю Чтобы Послал По Городам Искать Эритиков Великий Князь Говорил Пошлю Сейчас Пошлю Князьм Времени Спустя Болюбие Иерархов Борьбу Царей С Их Политическими Врагами Некоторое Время Иерархи Верные Святости Древних Русских Иерархов Вели Непосильную И потому Мученическую Борьбу С Посягательствами Царей Втянуть Их В политическое Нечестие Таков Был Митрополит Варлаам Василий Третий В начале Двадцатых Годов Шестнадцатого Века Предложил Митрополиту Подписать Крестоцеловальную Грамоту Василию Шемячичу Что ему Не будет По приезде В Москву Никакого Насилия Митрополит Варлаам Удостоверившись От Василия Третьего Что Шемячич Будет Непременно Арестован По приезде В Москву Отказал Подписать Эту Лживую Грамоту Тогда Великий Князь Василий Принудил Митрополита Уйти В Симонов Монастырь А оттуда Сослал Его В дальнюю Обитель После Этого Василий Самолично Без Собора Еретиков Назначил Митрополитом Игумена Иосифа Володского Монастыря Даниила Преемника И лучшего Ученика Иосифа Володского Митрополит Даниил Подписал Грамоту И Василий Шемячич Приехал И был Заключен В тюрьму Рассуждение Митрополита Даниила Здесь Было Таково Шемячич Враг Великого Царя Хотя Это И не было Доказано Он только Подозревался Во враждебности Враг Князя Враг Государства И Церкви Значит Для блага Церкви И Государства Его Следует Уничтожить И Митрополит Даниил Говорил Что Помощью Святых Ему И Князю Удалось Изловить Врага Что Святая Русская Церковь Видела Грех Митрополита И Василия Третьего Засвидетельствовал Троицкий Игумен Порфирий Муж Обыча В простых И в пустыне Воспитан В первой же после Ареста Шемячича Приезд Князя В Лару Порфирий Стал Торжественно И Смело Ходотайствовать За Гонимого Князя Князь Василий Третий Оскорбился Ходотайством Порфирия Но Благочестивый И Неустрашимый Старец Сказал На это Великому Князю Если Ты Приехал В храм Пресвятые Троицы С тем Чтобы Испросить Себе Прощения Грехов То Будь Наперед Сам Милосерд К Гонимым Бесправды Вскоре После Порфирий Сложил Себя Сам Игумен И Удалился На Бело Озеро А Оттуда Был Взят И Посажен В темницу Второе Знаменитое Дело Митрополита Даниила Было Разрешение Развода Великого Князя Василия С первой Женой Соломонии И ее Насильственное Пострижение И разрешение На брак С Еленой Глинской Между тем Как все Патриархи К которым Обращался Великий Третий Запретили Этот развод Здесь Оправданием Митрополита Даниила Была Польза Государству И Церкви Ибо Василий Хотел родить Сына Наследника Престола Митрополит Даниил Начинает С собой Новый Род Русских Иерархов Которые Не только Не борются С царской Неправдой Но Стараются Угодить Самодердцу Не останавливаясь Перед Совершением Неправды Однако Тогда Были И другие Иерархи В начале Выступления Истинных Пастырей Церкви Было Гласно И торжественно Но Скоро Это Прекращается Ибо Цари Не внеблют Голосу Истинной Церкви Христовой И вот При Иване Четвертом Несколько Метрополитов Молча Оставили Кафедру Не желая Участвовать С царем В злом Правлении И как Последнее Выступление Святых Перед царем Просияло Мученичество Святого Метрополита Филиппа Вместе С митрополитом Филиппом Уходит От русских Царей Знаменование Правды Священнослужителями Отныне При царях Прибывают Люди Если Не явные Нечистивцы То такие В уме которых Постоянно Смешиваются Языческие Понятия Самодержавного Правительства С истинами Церкви Христовой Для Удобства Место Христова Церковь Постоянно Произносится Слово Православие Православие И русское Государство Государство И православие Становятся Понятиями Почти Нераздельными Это Очень Удобно И в Понятие Православие Можно Втиснуть Какое Угодно Содержание Надо Сказать Что И теперь Еще Принято В церковных Кругах Довольно Часто Подменять Слово Церковь Христова Словом Православие Это Конечно Хотя И Бессознательная Но Ошибка Незаметное Для себя Желание Безответственности Само Произнесение Слова Церковь Христова Совестит Людей Ибо Имя Христа Свет Обличает Человека Между тем Как Православие Понятия Имеющие Ограниченное Содержание Отличие От количества И только Давно Уже Замутнено Грехом Превозношения Мы Православные Самые Верные Не Исповедание А именно Превозношение Одно Из Характернейших Различий Новых Иерархов О древних Отношение К Преступникам Наши Иерархи До Даниила Не только Ходотайствовали Но Иногда И укрывали Преступников Подобно Священникам Первых Времен Христианства Греческой Империи Закон Феодосия Великого Что Священники И монахи Не должны Укрывать Скрывающихся От суда Взамен Дано Право Убежище А у нас Отношение Феодосия К Печерского К преступникам Смотри Солнце Русской Земли Новый Род Епископов Не только Был Не способен Укрыть Не только Не хотел Просить За них Но напротив Иногда Доносил Правительству И Рекомендовал Жестокие Меры Церковь Русская Являет Нам Поучительнейшую Видимость Того Состояния В которое Впадает Поместная Церковь Впитав Себя Дух Антихристов Когда Церковный Собор Утверждает Своим Постановлением Нечто Противоречащее Христово Истиной Истине Церковь Совершает Грех Если Последующие Соборы Не каются В этих Грехах Как Покаялась Например Греческая Церковь Признав Разбойничим Собор На котором Осужден Был Святой Иоанн Златоуст То Яд Сотворенного Греха Проникает В тело Этой Поместной Церкви И Разлагает Его Вот Грехи Которые Совершила Русская Церковь И в которых До нашего Времени Она Не покаялась Собор 1503 Года Одобрил Казни Еретиков Собор 1667 Года Опять Одобрил Казни Затем Признал Что Русский Царь Имеет Высшую Власть В Церкви Этот Собор Предал Проклятию Еретиков В выражениях Превосходящих Даже Земное Время И Посягающих На Суд За Гробом Приводим Решение Собора Аще От Мирского Чина Отлучаем И Чуждо Сотворяем От Отца И Сына И Святого Духа И Проклятию И Анафеме Предаем Аще Семеншими Христа Жидовы И Сарием И С Прочими Проклятыми Ретиками Железо Камень И Древеса Да Разрушатся И Расплятся А Той Да Не Будет Не Разрешен И Не Разрушен Яко Тимпан Во Веки Веков Этот Собор Определил Где Следует Пребывать Душам После Смерти Здесь Проявилось Не Только Кощунственное Нарушение Свободы Божьего Суда Но Явлена И Совершенная Темнота Духовного Сознания Откуда Известно Собору В каком Состоянии Находятся Распявшие Христа Жидовы Следует Вспомнить Слово Апостола Петра Впрочем Я знаю Братья Что Вы Как И Ваши Начальники Сделали Сие Убили Начальника Жизни Христа По Неведению Деяния 3 Глава 17 Если По Неведению То Вполне Возможно И Загробное Прощение Затем Почему Собор Знает Что Иуда И Арий Находятся В одном И том же Месте Загробом Бог Загробом Определяет Место Каждому Своё У Моего Отца Обителей Много Где Прибывает Душе До Страшного Суда Какое Место Бог Никому Не Открывает Никаких Откровений Об этом Не бывает Людям Живущим На Земле Это Наиболее Хранимая Богом Тайна Сказки Вроде Поэмы Данте Ад Конечно Немало Не Раскрывают Правды Известное Видение Святого Святой Феодоры Хождение Души По Мутарствам Не Есть Видение Загробного Мира А только Временного Состояния Людей Согрешивших Например Это Видение Скорее Говорит О некотором Движении Души Как бы Ее Постепенном Очищении А отнюдь Не о ее Навсегда Определенном Состоянии Итак Собор 1667 Года Вносят В церковное Сознание Различные Новые Понятия Противоречащие Святоатическим Так Так Собор Собор До сих Пор Не признан Разбойничим Он Способствовал Извращению В церкви Многих И важных Истин Напрасно Думать Что Не признав Разбойничим Этот Собор И не Покаившись В этом Церковь Легко Может Обходить Его Постановление Яд Антихристов Тонок И действие Его Высшей Степени Скрыто От Внимания Членов Церкви Церковь Земная Не Безгрешна Может Совсем Запутаться В грехах Подобно Лаадыкийской Откровение Третья Глава Эту Истину Необходимо Помнить Наконец Русская Церковь Канонизировала Иосифа Воловского Что Значит Канонизация Члена Церкви Это Значит Что Все Его Учения Его Жизнь Все В чем Он Не покаялся Являются Для данной Поместной Церкви Правдой Следовательно Все Что Мы Изобразили Слова И Деяния Иосифа Все Его Извращения Христовой Истины Церковь Русская Признала За правду Для себя Обязательную Конечно Верные Сыны Церкви С помощью Божией Видят Ложь И Ей Не Следует Но Как Мы Сейчас Сказали Антихристова Ложь Введенная В Церковь Совершенно Незаметно Извращает Понятия И творит Такие Положения В жизни Церкви Которые Почитаясь Правдой Основаны На Ложи Итак Пусть Действительность Церковная Говорит Сама За Себя В начале Шестнадцатого Века Еретиков Жгли Во второй Половине Этого Века Как мы Показали При Иване Четвертом Не Казнили В Семнадцатом Веке Опять Начинают Жечь Раскольников И Вот Замечательно Мы Видели Что Человек Гораздо Более Жестокий Чем Царь Алексей Михайлович Великий Князь Иоанн Третий Долгое Время Сомневался И не Решался Казнить Еретиков Между Тем Добрейший Алексей Михайлович Даже Не Находит Никаких Возражений И Он И Его Дочь Софья Не Злая И Умная Как Правительница Соглашаются С Легким Сердцем Убивать Еретиков Значит В самой Церкви Очень Ослабела Главное Его Свойство Чем Она Отличается От всех Других Обществ На Земле Любовь Ивангелие Теана 13 глава 35 стих Потому Знают Все Что Вы Мои Ученики Если Будете Иметь Любовь Между Собою Понятие О Любви О Ее Действии В Церкви Христовой Совершенно Извращается У Священнослужителей Последних Столетий Апостол Павел Говорит Что К Слабейшему В Церкви Наибольшее Попечение Кто Наиболее Слабый Конечно Грешник Я Грешных Пришел Спасти Говорил Господь Апостол Павел Обличая Коринфян В то же Время Неизъяснимой Любовью Переполнявший Его Послание К ним Вызвал У Коринфян Великое Покаяние Только Любовью К Согрешившему Брату Можно Вызвать Его Покаяние Сердечным Попечением Дружеской Снисходительностью И горячей Молитвой О нем Понятно Что Великие Отцы Церкви Как мы Приводили Слово Святого Иоанна Златоуста Игнатия Богоносца И конечно Все верные Святели Христовы Удерживали Неразумных Иерархов От проклятия Анафемы Ибо Отлучение От церкви Есть Отлучение От любви Братьей Отлучение От общей Молитвы За брата Значит Постановление Его В такое Духовное Значит Поставление Его В такое Духовное Состояние Что В своем Ужасном Одиночестве Он Никогда Не будет В состоянии Покаяться А напротив Все более И более Будет Ожесточаться Озлобляться На всех И на все Если Есть Еще Хотя Тень Оправдания У священнослужителей В отлучении От церкви Иеретиков То Что Кроме Явно Выраженного Сатанинства Есть у тех Которые Предают Анафеми Проклинают Так Называемых Врагов Государством Вместо Того Чтобы Сугубо Всецерковно Непрестанно Молиться За них Они Внушают Всем Ненависть К ним Духовно Их Истезуя Ибо Ненависть И есть Духовное Истязание И Благословляя Правителей Истязать Их Телесно Они Возглашают Это до тех пор Пока Они Не Покаются Но Мы Уже Сказали Без Любви Люди Не Могут Покаяться Значит Здесь Происходит Суд И Осуждение Без Христа От Тех Которые Поставлены Блюсти Любовь В Церкви Средством Всего Сказанного Нами Являются Не Только Факты Всем Известные Но И Нечто До сих пор Еще не Освещенное Как бы Скрывающееся От внимания Церковного Общества Тайное О котором Никто Не Говорит А если Увидел И Понял То Боится Об этом Думать Начнем С фактов Анафема По приказанию Светского Правительства По Царскому Патриарх Иосиф С Освещенным Собором На Первой Неделе Великого Поста 1670 Года Предал Анафеме Вора И Богоотступника И Обругателя Святой Церкви Стеньку Разина Со Всеми Его Единомышленниками В Соборной Троицкой Церкви В Глухове 1708 Года После Литургии И Соборного Молебна Совершен Был Обряд Проклятия Мазепы Сочиненный Вероятно Петром Великим Священнослужители Пропели Над Портретом Мазепы Украшенным Орденом Андрея Первозванного Трижды Анафему Его Имени По Совершении Проклятия Палач Потащил Портрет По улице На веревке Я Повесил На Веселице Повесил На Веселице Но Еще Более Чем Эти Факты Говорят О тяжкой Болезни Русской Поместной Церкви Странности Назовем Это Странностью Очень Высоких По своему Благочестию Имеющих Несомненно Некоторые Духовные Дары Священнослужителей Чтимый Народом Священника Отец Иоанн Кронштадтский Часто Говорил Что Русскую Интеллигенцию Мало Преследуют За Антигосударственную Деятельность А Революционеров Мало Казнят Своей Постоянно Выражаемой Ненавистью К Льву Толстому Вместо Молитвенного Добросердечия Он Конечно Делал Лева Толстого Еще Более Непримиримым К Христовой Церкви Высокий Богослов Епископ Феофан Затворник В письмах Говорил Нужно Ловить Революционеров И Вешать Вешать Беспощадно Если Мы Обратимся К проповедям И Богословским Произведениям Русских Ученок Священнических Рясах Мы Услышим И Почитаем Целые Гопли Ненависти К Атеистам И Другим Заблуждающимся Членам Церкви К Страждущим По выражению Святого Иоанна Златоруста Братьям Этим В народе Они вызывают Не любовь Братьям А злобу Предложим Русской Властвующей Иерархии Самый Простой Вполне Соответствующий Духу Святой Апостольской Церкви Вопрос Если Она Решила Всенародно Отлучить От церкви Льва Толстого То Почему Она Не прибегла Сначала К великому Делу Христианской Церкви Наложению Всенародного Поста И молитвы За брата Веря В милость Христа Она Должна Была Бы Это Сделать Но Вследствие Неверия Даже Помыслить Об этом Не Была В состоянии Все Сказанное Говорит О духовной Опасности Для русского Иерархического Священства Надевая Ариасу Священническую Вновь Посвященные Находятся Под угрозой Кроме Тех Кто По Особому Божьему Созволению Получает Неомраченное Духовное Зрение Как Святой Серафим Саровский И другие Болезни Духа Великолепную Характеристику Положенную Положению Вещей Сложившемуся Окончательно К XIX Веку Дает Историк Сергей Соловьев Сам Сын Священника Бедная Материально Зависимая К односторонним Устарелым Образованием Каким Образом Христианское Учение Образование Может быть Устарелым Оно Может быть Извращенным Или Недуховным А не Устарелым И Особым Семинарским Языком Духовенство Превратилось В сословие Низшее Отчужденное От так называемого Хорошего Общества Бедственное Состояние Русского Духовенства Увеличилось Еще более Разделением Его на Белое И черное На черное Господствующее И белое Подчиненное Явление Только Дозволенное В древней Церкви Превратилось В обыкновение А обыкновение Наконец В закон По которому Высшее Духовенство Непременно Должно Быть Из Монахов Перекос Кто-нибудь Хорошо Учится В семинарии Ближайшее Начальство Начинает Поставлять Ему На вид Что ему Выгоднее Постричься В монахе И достигнуть Высокого Сана Чем быть Простым Священнослужителем С этой целью А не по внутренним Нравственным Побуждениям Переводя на язык Святоотический Без Моновения Духа Святого Замечание Автора Книги Постригается В монахе Становится Архимандритом Ректором Семинарии Или Академии И так далее Светские Начальники Все еще Имеют Более Широкое Образование Все еще Боятся Какого-то Общественного Мнения Все еще Находят Ограничения В разных Связях И отношениях Общественных Тогда как Высшее Духовное Лицо В своем Замкнутом Кругу Где остается Не встречает Ни малейшего Ограничения Оттуда Не раздается Никакой Голос Вопиющий О справедливости О защите Тут невольно Вспоминается Знаменитое Восклицание Доктора Гааза Митрополита Филаретов Владыка Вы забыли Христа Ставший Монахом Без Нравственного Побуждения Получивший Воспитание В семинарии Где Жестокость И деспотизм В обращении Учителей И начальников С учениками Были тогда Доведены До крайности И где Главное Добритель Было Поклонение Предначальству Такой Человек Ставший Наконец Повелителем Израба Не знал Меры Своей Власти Те Ученые Монахи Которые Подпали Человеческим Слабостям Были Вообще Говоря Лучше Они Были Мягче Относительно Других Относительно Подчиненных Гораздо Хуже Были Те Которые Воздерживали Себя Надевали Личину Святости У них Развивалось Необузданное Честолюбие Зависть Страшное Высокомерие Требования Бесполезного Рабства И унижения От подчиненных Ничем Не Сдерживаемая Запальчивость Относительно Последних Как известно В девятнадцатом Веке Великую Славу Стижал Себе Московский Митрополит Филарет Нет Числа Различным Писанием О нем Нет Похвал Которые Бы Ему Не Расточались Высокий Облик Иерарха Мудрый Святитель И прочее Он Является Как бы Идеалом Священнослужителей Вот Воспоминания О нем Бывших Семинаристов Академика Гилерова Платонова И известного Педагога Гилерова Изображается Экзамен В московской Семинарии Где постоянно Присутствовал Митрополит Филарет Кавычка Кравец На экзамене Мудрый Архипастер И сам Часто Давал Объяснения Всегда Отличавшиеся Глубиной И силой Они Устно Разносились По ученым Богословской Среди Московского Духовенства Такие Возражения Боят 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 Будьте Смелее Чего Бояться Ведь Он Наш Отец Так Ректор Успокаивает Своих Питомцев Держа Конспект Который В руках У него Ходуном Ходит Долго Ждут В томительном Тоскливом Ожидании Но Вот Зазвонили Митрополит Приехал Все Замерло Оцепенелая Жизнь Обнаруживается Только Учащенном Биении Пульса И Колыхании Непослушного Сердца Митрополита Высаживают Из кареты И ведут Почти Несут По лестнице Филарет Садится Что Это Важный И величественный Недоступный Для нас Смертных Ректор Склоняет Колени И кладет Перед Митрополитом Земной Поклон Не Фальсифицированный Какой-либо Аистовый Стоя На обоих Коленях И прикасаясь Клобуком К полу Экзамен Начинается Но Вдруг Все стихло И замерло Едва Слышится Слабый Голос Митрополит Делает Возражение Ученик Отвечает Иногда Удачно Иногда Нет Тут Наступает Страшная Минута Для Ректора Ты Что Скажешь Доносится Слабый Голос Ректор Отвечает Конечно Большую Частью Удовлетворительно Так Как Он Сам Долго Приготовлялся К страшной Минуте Но Иногда На Неудачное Объяснение Ректора Доносится Слабый Но Металлический Холодный Голос Дурак Ты Это Всегда Обращение К черному И белому Духовенству К светским Обращения На Вы Еще Характерная Отметка Гилеров Отвечал По Математике И Говорит Он Как Сейчас Вижу Холодные Устремленные На Меня Глаза Престарелого Владыки Все Кто Не Был Еще Малолетним Ребенком До Прихода В Россию Нового Строй Конечно Помнят И Знают Что Холод И Страх Были Характернейшими Качествами Архиерейского Сана Архиерей Как По Молчаливому Соглашению Всех Был Самый Почетный Сановник Города Это Была Ходячая Эмбрема Почета А Неживое Лицо По Какому-то Всеми Исповедуемому Архиерейскому Этикету Считалось Высшей Степени Неприличным Епископу Так Или Иначе Обнаруживать Себя В Живых Отношениях К Людям В Храме Он Был Окружен Сложнейшим Церемониалом Архиерею Сохранил Одно Воспоминание Детства Но Неизъяснимой Силой Запечатлено В его Памяти При Переходе Из Приготовительного Класса В Первый Десяти лет От роду На торжественном Акте Гимназии Мне был Вручен Похвальный Лист За успехи В первом Ряду В креслах Сидели Первые Лица Города Губернатор Архиерей И Другие Награды Передавались Директором По Очереди Высоким Лицам А они Вручали Их Подходившим Для этого Воспитанникам Мой Лист Оказался В руках Архиерея Когда Он Передавал Его Мне Мне Показалось Что Он Хочет Меня Поцеловать И Я Навстречу Протянул Губы Епископ Со Страхом Полное Нарушение Этикета Откинулся В глубину Кресла И Я Повернулся Уходить Но Губернатор Удерживая Меня Сказал Вы Забыли Поцеловать Руку У Владыки На Другой День В Классе Наш Помощник Классного Наставника Говорил Смеясь Иванов Вчера Хотел Поцеловать Архиерея То Что Десятилетний Мальчик Хотел Поцеловать Епископа Казалось Смешным Лобзайте Друг Друг Лобзанием Святым Апостол Павел Когда Апостолы Приходили В общину Наступало Счастье Радость Горела Любовь Я Не хочу Писать Вам Пером А хочу Говорить Устами Кустам То есть Видеться Чтобы Радость Ваша Была Совершенна Апостол Апостол Иоанн Когда В народе Появлялись Феодосий Печерский Франциск Осидский Серафим Саровский Все Сияли От Радости И Любви Отчего Апостол Апостол Забыли Многие Великие Богословы Последних Столетий Они Являются Большими Мастерами Всякого Утончения И углубления Догматической Истины Но Не знают Любви Вот Например Как Превосходную Характеристику Дает Профессор Голубинский История Церкви Родоначальнику Таких Богословов Русской Церкви Митрополиту Даниилу О котором Говорилось Выше Вообще Как Деятеля И как Нравственное Лицо Мы знаем Митрополита Даниила Только С худым И совсем Только С худых И совсем Отталкивающих Сторон Но В области Письменного Пастерского Учения Он занимает В ряду наших Митрополитов Не только Одно Из видных Мест Но и Место Совершенно Выдающееся Исключительное Решительно И Необыкновенно Возвышаясь Над всеми Прочими Нашими Митрополитами Страница 520-523 Пророк Ты призван Иеговой К служению Правды На земле Такин же Приговор Суровый Народу Гибнущему В зле Твой Век Пред Богом Неприступен Твоя душа Всегда Чиста Ты Духом Бодр И Неподкупен Тобой Божьи Уста Глаголят Божьему Народу Вещая Милость И Невзгоду Пророк Взгляни На свой Народ И Вижь Сметенную Душою Своей Лживой Красой Его Нечестие Гнетет И Близок Он К Паденью Снова И Грозен Гневный Иегова Иди Пророк Ты В Царство Лжи И Всем Безумцам Укажи Что Кара Тяжкая В Грядущем Неспослана Им Всемогущим Алексей Лавров Все На Сегодня Там Если Маленькая Желательно Хотя Бу Маленькую Там Еще Микрофон Выключу На Вас Не Слышу Следующий Какой Вопрос Может Бу Маленький Посмотри Подцепи По Разберу Посмотри Там Если Небольшой Можно Посетить Давай Давай Вопрос 1511 Том 6 Книга Открытым Оком Тема Церковь Почему Против Неправ Церковных Против Обмерщения Церкви Против Нарушителей Церковных Канонов Восстают Люди Которым Подолгу Их Вроде И не Должны Этим Заниматься У них У них Нет Ни Специального Образования Ни Связи Ни Положения А вот Из интеллигенции Есть Грамотные Люди И умницы Так Почему Они Молчат Против Явных Беззаконий Которые Творятся В Московской Патриархии Отвечает Игнати Тихонович Лапкин Я Почти Уже Отхожу От всех Боев Рад Что Постиг И эту Тайну Собой Ее Не унесу Но Поделюсь С вами Моими Благодарными Слушателями Потому Что Далеко Не Каждый Найдет Ответ На этот Вопрос Просто Уверовать Простым Намного Легче Они Не связаны Многими Вещами Первое Послание Коринфянам 1 глава 26 стих Посмотрите Братья Кто Вы Призванные Немного Из вас Мудрых По плоти Немного Сильных Немного Благородных А Что До Обличения Пороков То Тут Кому Что Терять Если Подвижник То Он Кроме Своей Пустыни Ничего И Не Теряет Как Иоанн Креститель А Знатному Есть На Что Озираться Если Если Книга Пророка Амоса 7 глава 14 по 17 стих И Отвечал Амос И Сказал Амос Я Не Пророк И Не Сын Пророка Я Был Пастух И Собирал Сикаморы Но Господь Взял Меня От Овец И Сказал Мне Господь Иди Пророчествуй К народу Моему Израилю Теперь Выслушай Слово Господне Ты Говоришь Не Пророчествуй На Израиля И Не Произноси Слов На Дом Исааков За Это Вот Что Говорит Господь Жена Твоя Будет Обесчищена В Городе Сыновья И Дочери Твои Падут От Меча Земля Твоя Будет Разделена Межевою Вервью А Ты Умрешь Земле Нечистой И Израиль Непременно Выведен Будет Из Земли Своей Кто Пренебрегает Недипломированными Проповедниками Они Лишаются Своих Жен Сынов Своих И Дочек Разлюбезных Академисты Будет Пленены И Погубят Родину Ради Которые Так Опорно Молчали Книга Деяний 18 Глава 9 Стих Господь Жив В Видении Ночью Сказал Павлу Не Бойся Но Говори И Не Умолкай Это Для Нас Этот Равин И Старца Апостол Павел А для Его Слушателей Он Часто Представлялся Как Самозванец Ибо Был Не Из Колена Левина А Из Колена Вениаминова Без Всякого Почтения К Его Сану Его Били Вытаскивали За ноги За город Книга Деяния 9.23 Когда же Прошло Довольно Времени Иудеи Согласились Убить Его Евангелие Атеана 9.22 Так Отвечали Родители Его Потому Что Боялись Иудеев Ибо Иудеи Сговорились Уже Чтобы Кто Признает Его Имя За Христа Того Отлучать От Синагоги Евангелие Атеана 12.42 Впрочем И из Начальников Многие Уверовали В него Но Ради Фарисеев Не Исповедовали Чтобы Не Быть Отлученными От Синагоги Ревность Ко Всякому Делу Решает Участь Этого Дела Бог Ищет Добровольцев Чтобы Искоренить Зло И Насадить Добро Прок Исайя 6.8 И Услышал Я Голос Господа Говорящего Кого Мне Послать И Кто Пойдет Для Нас И Я Сказал Вот Я Пошли Меня Интеллигентные Люди Имеющие Что Терять Они К Богу Теплохладны То Есть В полной Мере Их Цена Им Блевотина Извергаемая Изо Рта Откровение Третья Глава С Пятнадцатого По Шестнадцатой Стихи Знаю Дела Твои Ты Не Холоден Не Горяч О Если Бы Ты Был Холоден Или Горяч Но Как Ты Тепл А Не Горяч И Не Холоден То Изверну Тебя Из Уст Моих Об этом Классе Людей Написаны Тысячи Книг Но Они Плодятся Они Не Делают Того Что Делают Хулиганы Но Они К Богу Не Рвутся И Потому Для Них Приход В Церковь Какая Бы Она Не Была Спасительный Клапан Они Панически Боятся Видеть Непорядки И В этом Разговоре Даже Участвовать Не Будут Они И 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 Спичат Они Уже Со Свечкой И Совести Чиста Они Же Не Ломали Храмов Попов Не Расстреливали Для Дела Божия Это Самые Негодные Прохожане В Деле Же Божьем Нужно Рваться Вперед Не Жалея Себя 1 Коринф 9 24 Не Знаете Ли Что Бегущие На Аристалище Бегут Все Но Один Получает Награду Итак Бегите Чтобы Получить Вообразите Что На Стадион Вышли Как Бойцы Кто Двумя Руками За Сердце Ухватится И Дышит Через 10 Погазок От Страха Вздоха На Холодном Ветру Если Бы Они Точно Знали Что Они Только Видимость Дают А На самом Деле Для Команды Они Баласт Они Бы И Не Высунулись А Вот В Духовном Плане Такие Редакторы Газет Коммерсанты С Достатком Они Как Дикие Тунгусы Боятся Попов Как Те Шаманов И Бубенцов Они Понимают Под Этим Некое Благоговение Боятся Как Б Чего Им Не Случилось Они Обрели Себя В Этой Пустоте В Этих Зданиях С Куполами Где Забыли Про Христа И Никто К Христу И Не Призывает Их Они Исправно Платят Жертвуют Их Попы Любят Они Их Чтят Имена Их На Бумажках В Алтаре Держат И Все Довольны Но Господь Их Всех Называет Невыгодной Блевотиной Им Бог Отказывает Верить Не Дает Этот Дар Настоящей Веры И Говорит Им Иван Глят Ана 5 44 Как Вы Можете Веровать Когда Друг От Друга Принимаете Славу А Славы Которые От Единого Бога Не Ищите Эти Интеллигенты Ищут Чего Угодно Но Только Не Славы Божьей Они Же Не Фанатики Какие Им Зачем Искать Они Уже Нашли Своё И Себя В Этих Зданиях Попами 1 Коринфянам 15 19 Если Мы В Этой Только Жизни Надеемся На Христа То Мы Несчастнее Всех Человеков Книга Серахова 34 1 Пустые И Ложные Надежды У Человека Безрассудного И Сонные Грёзы Окрыляют Глупых Они Любят Храмы Колокольный Звон Не Понимая Что Этот Звон Есть Лишь Намёк На То Что В Храмах Должны Звучать Непрерывно Проповеди О Христе Я Ждал Его С Понятным Нетерпением Восторг Святой В Душе Своей Храня И Сквозь Гармонию Молитвенного Пения Он Громом Неба Сколыхнул Меня Из Древле Благовест Над Русской Землею Пророка Гласом О Небе Нам Вещал Так Солнца Луч Весеннюю Порою К Рассвету Путь Природе Освещал К Тебе О Боже К Твоему Престолу Где Правда Истина Светлее Наших Слов Я Поддержу По Твоему Глаголу Что Слышу Я Сквозь Звон Колоколов Константин 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 Дмитриевич Бальмонт Вот я 26 том Отмечаю Студентам 300 поэтов 300 лет То что сказал И мне говорят Вы пишите Это пишите По Стихах На Кого Это Больше Вот То что я Пишу Стихи Больше Всего Похоже На Константина Бальмонта У него Все Это Экспромтом Рождалось Его Почти Не знают Он Был Самый Плодовитый Прощаться Будем На Сегодня Давай Выставляй Насчитал Давайте С Богом С Богом С Богом Спаси Христос Аллилуйя Аллилуйя Спаси Христос Хорошего Дня